Алексей Бу на связи, вот посмотрите, живое видео, но это не трансляция, вот Раслин и я, вот мы кушаем, это у нас, вот мы кушаем, и вот я хочу вам показать один фрукт, фрукт филиппинский, дуриан, вот как он выглядит, я его ел очень давно, два года назад, достаточно много, и вот мы сегодня в ICM, мол, купили... Купили, вот Раслин говорит, что это выглядит как хлеб, но это на самом деле фрукт, он мягкий, мягкий и сладкий, действительно сладкий, выглядит, я бы вам сказал, как фруктовый торт, вот если вы представили фруктовый торт, вот это, вот он так выглядит, и почему я еще здесь обращаю на это внимание, что оказывается, Раслин никогда не пробовала. И вот я прошу Раслин, видите, Раслин первый раз пробует дуриан, вот она, она говорит, что я ела только эти конфеты, вот она никогда не ела, и вот хочу... Раслин говорит, что вкусно, да, вот видите, вот я тоже беру, и вот, давайте я вам покажу, то есть он мягкий такой, мягкий, внутри косточка, видите, вот эта косточка, и он как кремовый торт, как какой-то там, типа Наполеон, но вот состоящий из фруктов. It looks like bread, if you don't like it. Ну, отраслин говорит, что ей напоминает хлеб, ну, со стороны оно-то и напоминает хлеб, вот, и действительно вкусно, вот прямо такое ощущение, что кушаешь торт. Я думаю, что если торт, он не очень полезный, потому что там всякие сахаров, то вот этот дуриан, он, я думаю, что больше полезный. Единственное, что здесь, конечно, есть недостаток, потому что, видите, внутри косточка, и реально там еды не так-то много, как кажется. Ну, и он не такой уж дешевый. Вот это то, что мы купили здесь, видели, вот, начало было, это мы заплатили 100 с чем-то песо, может быть 120, то есть, грубо говоря, 2 с чем-то доллара, то есть это не из дешевых на Филиппинах. Вот, раслин нравится, мне тоже сложно остановиться, потому что, когда начинаешь его есть, и он очень питателен, потому что и реально наедаешься, потому что он сладкий, и реально наедаешься. So, what do you think, раслин? It's nicer. Видите, раслин панк. Вот это мунго. Вот это мунго, это что-то типа, вот у меня тоже мунго называется. Мунго это как местная такая разновидность, как горох. Выглядит как горох, наверное, из какой-то фасолевых культур. Его долго надо варить, и вот он напоминает гороховый суп, гороховый суп. Вот здесь гороха я не видел, но здесь вместо гороха есть мунго называют. Зеленые такие горошинки, но меньше, чем реальный горох. Вот, вот это мунго. Вот, друзья, познакомили вас. Ну, это ананас, вы знаете. Вот, вот это у нас, друзья, типичный такой ужин, что мы ужинаем. Видите, мунго. Но это много, это много. Мы здесь перешли реально по поводу еды. Я здесь перешел на, то есть мы реально с раслин перешли на двухразовое питание. Реально два раза питаемся. Как-то раньше питались три раза, но потом оказалось, видите, это, ну, это такой хлеб, как типа пирожное, что ли, такое сделано, выпечка, выпечка. То есть сейчас питаемся два раза. Вот это второй раз, сейчас шесть часов вечера. И вот, вот это типичный наш ужин с раслин. Вот это наш ужин, друзья. Вот, друзья, я хотел с вами поделиться. Была Алексей Бу, Сибу. Не забывайте нас. Всего хорошего. До связи. Раслин, конювейв. Окей, видите, раслин махает, машет вам, машет вам.